Ежегодно в Акмолинской области теряются сотни людей. Только в прошлом году в полицию обратились 138 человек с заявлениями о пропаже близких. Большую часть нашли. 44 еще до сих пор ищут. Азамат Кожанов продолжит. Вечер 23 июля 2007 года Жаукен Сулейменова вспоминается слезами на глазах. В этот день ее 19-летняя дочь Алма вышла к подругам в гости и пропала. Уже почти 13 лет безутешная мать не теряет веры и надеется, что ее дочь благополучно вернется домой. Никто не знает, не видел. У всех спрашивала, у знакомых, у подруг, у всех. В розыск объявила. Заявление писала. Жди меня, в армусном, в аурум передачи. Куда только не ходила. И к гадальщикам ходила, которые гадают. Говорили, что хорошо гадают родственники, знакомые. Ко всем ходила. Говорят, что она живая, что она находится где-то, что ее держат. Врав спереди, не знаю точно. Ну и надеюсь, жду ее, что она вернется живая, здоровая. По истечении 10 лет полицейские по закону прекращают поиски людей. Но попытки найти пропавших без вести не оставляют волонтеры. В Кокшетау помощь в розыске оказывают порядка 40 добровольцев. Они расклеивают ориентировки, пишут о пропавших в социальных сетях и выходят на прочесывание местности. За последние три года ими были найдены свыше 30 человек. Одно из самых старых розыскных дел в их картотеке – пропажа женщины 18 лет назад. Когда мы ищем человека, к примеру, несовершеннолетнего, ну где они могут быть? Они могут быть в компьютерных клубах, в обычных клубах, в подвалах, в заброшенных домах. Все это у нас проходится. Все мы проходим это вместе с участковым. Но когда не было участковым, то мы это делали все сами, получается. Все волонтеры собирались и ходили. Ходили, блин, по полям, по лесам. Искали с фонариками. Но находили, все было как-то нормально. Ушел из дома и не вернулся. Эта дежурная фраза почти каждые 2-3 дня проходит в оперативных сводках. Только с начала года в Акмолинской области пропало уже 9 человек. К счастью, четверых удалось разыскать целыми и невредимыми. По словам полицейских, большая часть исчезновений связана с семейными ссорами. В основном люди пропадают после крупных семейных ссор. Поругавшись с близкими, человек специально уходит, отключает мобильный телефон и не выходит на связь. Нередки случаи алкогольных запоев. Таких людей мы находим в злачных местах. В целом, на территории области ведется розыск 44 человек. Хорошую помощь оказывают волонтеры и местное население. Согласно официальной статистике, за последние 5 лет в Казахстане без вести пропавшими считались 13 085 человек. Из них чуть больше тысячи найдены погибшими. А родственники еще около 2000 людей ждут и надеются на их благополучное возвращение. Азамат Казжанов, Евгений Шинкаренко, Анатолий Поляны, Акмолинская область, Хабар-24.